Ого! Какие интересные! Отчетности не должно быть, но я это все и так посмотрю. Важно ТТХ? То, что они могут, домики. То есть это, во-первых, доставка, во-вторых, ДТХ по возможностям. Еще немаловажный вопрос, то, что я на сайте в ответах вопросов посмотрел. Внутренняя планировка не предполагается какая-то другая. Там несколько вариантов и все. А вот сразу же, да, уже проводки? Да. Там вообще отопление электроконвектора. Возникает вопрос, опять же, можно же делать и теплые полы, в том числе электрические. У нас в санузле теплые полы стоят. А, кстати, есть метод, под кроватью просто ставят небольшой обогреватель и спать тепло, даже если в остальном помещении там минусовая температура. Здесь? Как машина, ну, так вот. С колесами. Деревянное там колесо, да? Или мне кажется? Не знаю. Не знаю. Вот такие вот фото там, да? Вообще заказчики делают, да? Нет, нет, есть готовые, там на сайте написано. А то, что на улице стоят, они уже для кого-то подготовлены? Вот. Ну, можно их посмотреть? А, еще секунду. Ну, здесь дополнительно будет еще ставиться, да? Разводка. Что дополнительно? Допонентная разводка. В смысле дополнительно? Ну, вода, краны, душ. Ну, это все в смете. Все в смете, все в цене. Ну, в цене, но дополнительно я имею в виду то, что сейчас в данный момент этого нету, оно будет поставлено там через какое-то время, да? А это оборудование стоит, и вода подключается. Угу. На фотографиях этого не видно. А видеозаписи тоже рекламные. Ну, то есть я... Не видно что, почему не видно? На фотографиях... Не видно, как душ, например, сделан. Ну, так, почему же не видно? Вот здесь вот сделается с борта, гребенка ставится, ставится матовое стекло. За стеклом все это убрано, все это хозяйство. Ну, сама лейка, допустим, душа. Да. Там же написано, лейка немецкая стоит. Она будет где-то здесь, где-то тут, где-то тут. Остается вот здесь смеситель ставит. Остается смеситель, без кронштейна, на кронштейна вы вешаете лейку. Угу. Хорошо. Пойдемте на улицу. А вот есть мини-секрет. Почему вы решили дубль домами заниматься? Как так получилось? Почему решили дубль домами заниматься? Ну, можно много чем заниматься. Да, значит, вот сложилось, что занимаются дубль домами. А вот те, кто изначально их придумал, ребята, это ваши знакомые, друзья. А давно? Вот здесь вот производство давно? Ну, я смотрел по фотографиям там, ну, вообще там по описаниям довольно многое востребовано, да? Что такое? Это что-то с крыши было. Фонари, да? Интересно. Ну, это веранда, да? Да. Это опаливается, да? Или что вы думаете? Почему такой огромный цвет? Это морилка. Да? То есть переводится вот в таком упакованном виде, да? Габариты подходят по перевозке. А здесь пленка во время перевозки ничего не повреждается? ВСКРИК Белая краска Варилка Лак Смотрю Вот если, допустим, это щиты, условно говоря, их можно раз-раз упаковать, сложить, и они будут компактны, газель, теоретически, но переводится все равно в готовом виде А вот концепция разработки того, чтобы, ну такие сборные, понятно, что это проще привез, ну там с краном, раз Ну щитовые домики их и так делают Они выглядят все довольно убого, ну обычные, там эти дачные варианты Дубль дома отличается тем, что, ну там вопросы, да, там задавали, можно ли там, допустим, вместо стекол поставить, ну и так далее Короче, ответ нельзя, да, потому что внешний вид будет портить То есть дизайн Ну есть, коль вы знаете, что мы работаем под маркой, да, есть... Определенные, да, когда... Ограничения Человек, архитектор, кто разработал данную концепцию Ну то есть, есть архитекторы, с ними можно вести переговоры на тот счет, что там, а сделайте нам большое, сделайте маленький, но производство конструкторов фактически, то есть вот есть такой вариант, там раз, два, три модификации, можно цвет изменить Внешняя отделка, ну, крыша, я так понимаю, там, все что угодно, ну, судя по фотографиям, да, здесь сейчас нет ничего, в любом случае Ну это металлический лист, вот он лежит, вы здесь можете посмотреть Вон он Вот этот Да, вот этот Это ваш оборудование? Ну так что? Ну так что? Это подразумевается, как бы, в стандартной комплектации, на самом деле, все что угодно уже можно делать Ой, я не боюсь С боков тоже Ну, он и с боков, и на крыше Ну там, судя по фотографиям, и как битумную черепицу, да, там, и профиль, да, там, какого-то, ну, все что угодно, на самом деле И сейчас там последняя деревянная, ну, как чешуя, не знаю, насколько это, ну, по крайней мере, модно, да, сейчас вроде становится Здесь вопрос в том, что мы через краудинвестинг, да, хотим, то есть Значит, идея в том, что есть земля, коммуникации, значит, будут проложены в следующем году Сейчас там забор делается Инфраструктуру сделать, дороги Я тебя боюсь Вот, и дальше запустить пиар-компанию Где людям предложить, значит, инвестировать в краудинвестинг Для этого ряд домиков, да, представить, ну, картинок, архитектурных решений И те, которые больше людям понравятся Те, кто готов финансировать те или иные домики То, соответственно, такие домики будем строить Вот, там четыре линии, значит, от берега, 100 метров охранная зона Там нулевой уровень, ну, имеется в виду, нулевая линия Там поставить как раз вот Свайные как раз можно там поставить Да, перевозные То есть это не дом, это конструкция временная А временные можно Вот, если уж там понадобится, взял, перенес Вот, потом первая линия Это не капитальное строение Да, да, да Именно на сваях это допустимо на первой линии Да, потом дальше следующее Это одноэтажные, потом двухэтажные, трехэтажные То есть, чтобы там такой рельеф, чтобы Ну, слон Не перегораживать Да, да, да Чтобы из последнего ряда было видно Там отлично видно водохранилище, поэтому И на воде Все было красиво На воде Вот на воде Есть тоже несколько вариантов Там параллелепипед Делают там Ну, вот дубль дома Ну, он красиво выглядит Что там говорить Ну, реально красиво выглядит Вот Судя по всему, там уже, в принципе, отработаны более-менее технологии Ну, то, что в видеороликах Я имею в виду, отработаны по защите от воды Ну, как ни крути Вот Ну, и внутренние решения В том числе и дизайнерские Я так понимаю, там Ну, он не отличается дом на воде От дома, который на суше По внутренней отделке Никакого различия Да, мы с Глебом разговаривали об этом Вот самое главное Главное, чтобы на якорь держался Иначе его несет Я вот не представляю Там, мне кажется, все равно Его будет качать Поэтому там Какие-то, может быть, дополнительные решения По тем, что ящики не должны там выдвигаться Кроме того, веранда Мы не делаем ящики какие-то Мы продаем дом А мебель это уже Да, мебель это уже решение каждого Ну, на сайте там есть и мебель И ссылки, значит, на друзей Ну, это как опция, вы можете не заказывать Можете заказывать Да, да Мне кажется, это каждый сам Дизайн Он включает в себя и внутреннее наполнение, конечно И та мебель, которая вот представлена на фотографиях Она очень даже красиво получается Вот, поэтому решение Это, мне кажется, дело для того, чтобы где-то не возникало вопроса Какую мебель поставить в такой дом И так далее Вот именно Это как в Икеи каталог, да? В том числе С дровами там проблем нету С газом Газ тоже есть На участке, да? Но по нему надо цепляться Поэтому там вопрос Надо или не надо, да? Вот Ну, газ в такие домики заводить Там проблемы будет регистрировать То есть, если его Как капитальное, допустим То можно А так Поэтому печка, скорее всего Опять же, с трубой Там тоже эти решения есть А печка тоже как Дизайн, да? Внутренней архитектуры То есть Если она есть, то она есть Она там на видном месте Стоит, по крайней мере На фотографии Если вы внимательно сайт изучали Там есть та же печка Она как опция Там на нее отдельная стоимость Да, да, кстати А есть уже в Московской области Где стоят такие дома на воде? В Московской области В Тверской области О! И давно он там стоит? Ну, где-то в мае собрали такой дом И все нормально? В мае его поставили Буквально я Три дня назад связывался Мне звонил клиент Который установлен Очень доволен Все у него прекрасно Ну, то есть Вот даже для меня Это интересно, да? Так как я очень боюсь воды И Ну, то есть опыт Посмотреть Результаты Уже На предыдущий опыт Уже ставили Как это все развиваться Значит А на зиму его нужно убирать? Нет Он ставится Там лед Когда даже замерзает Если его будет выпучивать Там так сделано Что он будет Либо приподниматься Либо В общем Мне интересно Тоже, как эти понтоны будут Зимой, да В условиях льда Посмотрим Получил Ну, потому что Глеб Он прям очень этим говорит Для Глеба Это вот самое главное Там будет Ему нужен плавающий дом Ну, тут важно еще Понять Чтобы деньги не зарыть Да В землю То Вложиться-то можно Дальше Что с этим делать Вот Здесь минеральная вата Применяется Насколько я понял Да Или каменная вата Ее называют Если решение для воды Я не знаю, конечно Но Мне кажется Что может Не всегда сухо там быть Рассматривали варианты другие Ну, по крайней мере Архитекторы Общались Знакомились Может быть Что-то говорили Во-первых Эта вата Она может даже храниться В условиях Влажности Условия хранения У нее даже Не под Не под козырьком Не в теплом помещении Да, я кстати Устала про это Что? Она даже хранится Она может Во влажных помещениях Под открытым небом Потому что Современные Технологии Не позволяют Делать Такие утеплители Которые не нужно Все лето просушивать А потом Опять зима Наступила Опять Вот это Более того Туда Прямого Из шланга Попадания воды Нет Мы ставим Снаружи Гидроизоляции Внутрь Ставим Пароизоляции И Климат Вот этот Влажный климат Он никоим образом Не влияет На работоспособность Утеплителя Ну хорошо Рассматривали вариант Какого-то другого заполнения В качестве утеплителя Не нужно Не нужно То есть этот Выполняет все функции Да? Ладно По стоимости Получается Там Сам маленький домик От миллиона рублей Да? Насколько я понимаю Ну имеется ввиду Там даже поменьше Надо на сайте смотреть Там все цифры есть Открыты Никто их не завуалировал Ну то есть Это конечная Цена Такого нет Да? Что-то мы приезжаем Вот у вас Ну там написано На сайте Там доставка И фундамент Отдельно То есть Это в принципе Очень хорошо Еще никто Не заплатил Сверх Какие-то Суммы Ну то есть То что там написано То что Декларируется То и Так оно Мебель отдельно Печка Ну это естественно Не ну В принципе Вот светильники Например Насколько я понимаю Там уже в комплекте Стерпор Светильники Электрика Сантехника Входит Ну да Я это поняла Потому что Мы видели там В цехе Тот же Теплый пол В санузле Это все То есть Потом не будет Да? Там так Мы вам сделали Теплый пол Мы вам поставили Санузел В любом случае Если что-то будет Дополнительно Все это будет Только с вашего согласия Почему? Потому что Ну За это надо Доплатить Если Не доплачиваете То соответственно Получаете штатную Какую-то Ну все понятно Базовую Базовую версию Ну вы его Устанавливаете Да? Правильно? Монтаж Входит в стоимость Да Не входит в стоимость Доставка Доставка Так как Может быть Абсолютно Кто-то может быть За забором ставит У нас от производства Али деньги Кто-то везет Там 200-300 километров Ну естественно Кто-то На горе Где-то монтируют Где требуется Может быть Какой-то специальный Кран Специальное оборудование Кто-то просчитывает Заказы Там Допустим На Крыше Жилого дома Собрать Там И так далее Ну это уже Это индивидуальные Моменты Такие Много таких домов Вот собирается Много заказов Да Заказов Хвата Ну это очень Интересное решение Уже уходит Вот от этих Обычных Как у нас Глеб называет Шанкая Да От обычных домов Уже не хочется Вкладывать Особенно Учитывая Сколько они стоят Не то что вкладывать Туда ездить не хочется Сколько это стоит Когда можно Какое-то решение Сейчас Ну на мой взгляд Мир движется К тому что Владеть своим Собственным Домом Это становится Уже До сих пор Это еще важно Но Многие люди Молодые Они уже Отказываются То есть Зачем Покупать Свой собственный Дом Строить Там На века Если понимаешь Что через 10 лет Ты будешь Вообще В другом месте Жить Ну На кой хрен Проще Арендовать Я когда В этот проект Ну как бы Включился Я думал Будут Заказчики Это Ну бабушка Пенсия Такой вот Возраст Для Все заказчики Это 25-35 лет Молодая семья Либо там Ну ожидающая Там Ребенка Либо Там с малыми Детьми Которые Не хотят Строить Что-то И нет Возможности Строить Какие-то Запредельные Дома Роскошные Виллы И так далее 6-12 соток Участок Доступность Транспортная Ну так достаточно И вот такой вот дом Где можно Да Не тратить время На Борьбу там С рабочими На отделку Да И выбор материалов Как обычно На электрику Сантехнику И так далее То есть условно говоря Приехал и живешь Ну да Потому что Опыт да Стрелить Вот у меня сейчас Строить дом Сколько всего Выкидывается Вот у вас кстати Тоже да Много отходных Вот этих каких-то Куда-то их Используете Или просто То что Отходы Это без этого Не обойтись Не всегда верно Вот так вот Посчитать Допустим Себестоимость Допустим Взять там По факту Посчитать Ну процентов 30 отход Тоже есть Ну естественно Да Как и в любом Ремонте Дома Так же нам Стекла считают Там идет Там Неровный крой Да А есть Вот Там считают Уже от листа То есть Какие-то куски Если они не используются Так что Я когда ремонт Себе делал Там И мебель В общем Ну по крайней мере В деревянном строительстве Там очень хорошо Можно Саму мебель Встраивать В дом Вот эти решения Я таких Особо не видел Но вот Мне понравилось То что Добро Фотографии По крайней мере С партнерами Представлять Мебель Которая Очень гармонирует По цвету В общем Можно Мне кажется Заказывать Но это Отдельно Уже Понятно Обговаривать А вот Еще вопрос Производство Я так понимаю В Москве Есть Вот Изначально Да Ребят И вот Здесь В Химках То есть В Москве Два Производства Наверное Я честно говоря Особо даже За этим Не слежу Потому что У нас Своих Заказов Достаточно Как-то Отзвонишь Вам Напрямую По разному Свой Сайт Есть Единый Общий Сайт Просто В Питере Свой В 33 Регион Свой Сайт Ну Он Точно Такой Же Там У меня Непродимости Заказов Достаточно Главная Компания Всегда Когда у меня Освобождается Место Я всегда Принимаю Заказ То есть Загруженность Можете сказать Сто процентов Да Поэтому Тратиться На выставки На сайты Нет Необходимости Ну В Питере А я не знаю Для чего Там делается Свой сайт Для чего Питерский сайт Все Все дано На едином Сайте У всех Цифр Должны Быть Единые По поводу Денег Никто Никуда Не должен Убежать Там Что у меня Что еще Где-то Так же Как Макдональдс Вот Вы пример Приводили Что в Москве Что в Твери Что еще Где-то Одинаковая Цена Одинаковый Дизайн Одинаковый Вкус И так далее Порция Одинаковый То есть Все Что поехали А Глеб Где хочет Заказывать Он еще Не Никто еще Еще не Определился Дело в том Что мы Смотрим Дело в том Мы Значит Есть Картинки Да Определенные Которые Похожи На дубль Дома То что Там Хотелось Бы Получить Я их В принципе Могу Показать Но тут Важно Понимать Что В России Такого Производства Я не Видел Поэтому Скорее Всего Это Надо Говорить С людьми У которых Есть Уже Какое Производство С тематикой Что Изготовить Как бы Новую Линейку То есть Это Не один Дом Это Как Менем Несколько И Вообще По хорошему Сделать Решение Модульное Опять же Дубль Дома В этом Плане Архитектор Хорошо Подошли К этому В это Очень Правильное Направление В котором Нужно Двигаться Вот Но это Неконечное Как бы Вот Как Вот Сделали Да И Только Так Будет Надо Двигаться Дальше Опять же Вот Как Икея Да У них Тоже Линейка Домов Идет 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 Потом Ну В смысле Линейка Мебели Потом Как бы Пять лет Прошло Новая Линейка Разработана А так Стандартную До сих Есть Да Удобно То Что Если Ты Покупаешь Дом Там Или Там Мебель То Ты Потом Через Год Приходишь И докупаешь Еще Тебе Столик Модуль Который Полностью По размерам По цвету Вот Здесь Вот это Расширяемые Дома Наращиваемые Да Или растущий Дом Вот Это Есть Концепция А Куда Мы Ездили Да Там Тоже И цены Там Вопрос Цены То Что Ценообразование То есть Есть Цена На сайте И Есть Конечная Цена И она Отличается В 2-3 раза Вот это Большой Минус Только Название Растущий Дома Как вы Сказали Ну Название Ничего не значит Здесь Имеется Ввиду Что Как бы Есть Каркас А Каркас Надо Обшить А Каркас Надо Значит Там Ну Еще Много Много Чего Накручивается Здесь Насколько Я понимаю Обшивка Внешняя И внутренняя Внутренняя Она уже Есть Да Уже Покрашена А Наружнее Она Входит Стоимость Монтажа Готовый Дом Вот Мы Никто Никому Не морочит Голову Нет Никаких Таких Опций Которые Влияют На Готовность Этого Дома К Эксплуатации Вот Вы Можете Докупить Какие-то Позиции Там Кухню Так же Как Вы Приходите Вы Купили Кухню